протестируем сегодня с вами редчайшую фантастическую хатвилсовскую красоту ох ребята какой у нас сегодня драгстер даже не хочется его вскрывать честно говоря аж упаковка сзади такого знаете темного света стало это у нас какой же у нас год-то ну что-то очень такое знаете раритетное старенькая коллекционные конечно баннер не стоило это распаковывать но так как я автоход 94 года моделька то мы с вами должны наверное это вскрыть и должна у нас эта машина быть на треке с вами я попробую это вырезать аккуратненько и для вас уже показать что внутри вот на такой карте она пришла покупал товарища своего нового тачка конечно бомбическая давайте приступим к обзору распаковки с вас лукас коммент конечно же подписочка если не подписаны позапускаем сегодня на треке в этом видосе рассмотрим поближе вот этот вот замечательный драгстер очень редкий очень редкий по виду хатвилс впервые такой попался в коллекцию такого больше нету какой же он классно ребята открываем попытался сделать минимальное повреждение упаковки подрезал ножичком но чуть-чуть конечно пришлось ее попортить эту упаковочку это замечательной тачки вот думаю даже карта можно в принципе может быть сохранить от нее красота слушайте но он вообще бомбически вы только гляньте какой у него феерический спойлер просто всем спойлером спойлер огромный спойлер еще пластиковый сама моделька полностью металлическая на пластиковых колесик и посмотрите какие маленькие в этого драгстера колесики спереди независимая кстати впереди очень классный спойлер и прикольная прокраска даже hot wheels логотип щеки спереди покраска такая знаете перламутровая с блестками номер один тф спереди hot wheels логотип сбоку ну слушай но прокраска с блестками конечно радует такой длинный 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 у него нос даже сидит какой-то человечек внутри и сзади него мотор все это сделано из металла знаете относительно тяжеленько даже хочется включить весы взвесит для вас показать сколько это все дело весит на весит она 34 грамма что очень так же неплохо для hot wheels вот например берем такую модельку и она будет 28 есть то есть надо же побольше весит чем мои остальные hot wheels ки модельки в целом но не премиум премиум конечно металлические побольше будут весть очень интересный капот как вы можете видеть прокраска у него тоже необычная с пупырками то есть не идеальная прокраска у него капота полосочки прикольно сделали такие горизонтальные какие-то не идеально нанесенные полоски осускать рор но даже тип того с этого бока тоже hot wheels ки логотип металлический корпус этой замечательной dragster модели заклепки здесь и здесь и до сих пор эти заклепки сытные ставят модельках уже даже немножко смотрите обратите внимание даже начала моделька чуть ржаветь здесь видно да немножечко проявляется коррозия металла небольшая но тем не менее это забавно ну девяносто четвертый год что вы хотите сделано в малайзии девяносто второго года вообще 93 может 4 модель не похоже все таки уже делались тогда модели в малайзии очень интересная база у него металлического этой модели сделано так как по крепкому данную модель сама конечно выглядит феерически вот например современный до hot wheels дракста рядом да вот как вы можете посмотреть довольно интересного что-то типа дракстера да вот этот альтер эго да например тоже длинный но альтер эго даже не такой длинный как вот это вот моделька старая старинная вот это вот винтажная редкая hot wheels of sky модель и я предлагаю сегодня пожалуй погонять вот этого вот дракстера против альтер эго наверное сегодня на гонках потому что они более-менее как-то сосчитаются между собой как вы считаете прогоним сейчас эти модели по трекам посмотрим какая модель выиграет ну какой же у нее шикарный спойлер сзади даже выхлопные трубы прорисовали посмотрите какая интересная детализация мотор такой блок огромный стоит человечище правда не раскрашено человечище внутри гонщик в шлеме слушайте ну вообще крутизна крутизна реально крутая модель я не жалею что ее распаковал такой древний винтажный главное что она хорошо едет реально то есть не просто там как-то ползает она едет едет нормально по крайней мере по столу давайте же посмотрим что будет если ее запустить по треку слушайте но на еле вместилась мой трек видите еще чуть-чуть и нам бы просто бы сюда не влезла но как же она феерически реально эта модель с маленькими колесиками здесь на треке смотрится вы только посмотрите на вот эту вот красоту ох ребят это реально очень крутой обзор получается крутой модельки пойдемте запускать вас конечно же еще раз напомню не забывайте про локуса подписчику это важно для канала обязательно пишите комменты как вам такая модель ребят хотели бы иметь такой коллекса может быть у вас есть коллекса и драгстер напишите ну что ж начнем гонки запускаем на треке да здесь уже конечно сейчас кажется тебе нужно здесь уборку сделать но мне удобно когда тачки так стоят берешь какие-нибудь на гонки на короткие видео так далее и устраиваешь феерические состязания когда машина проносятся кучу других машинок это же совсем другой вид чем пустой трек когда без машинок это ж не туго вы тут мое мнение не знаю как у вас итак сегодня драгстер против альтер-рега интересно какая тачка выиграет у меня бумажка поднялась он везет магия и так какая тачка победит смотрим ребята ох смотри как она уходит вперед ой 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 какая она быстро ой напомню под коробку даже зашла у меня до стены дошло ох 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 слушай но она быстрая она реально пипец какая быстрая машина вообще сушь ништяка увидели как она ушла прям как такое чувство было как будто самолет набирает обороты перед взлетом давайте же включим определитель скорости на моем кастомном треке и посмотрим с какой скоростью вот эта ракета она способна ехать она полностью металлическая есть все шансы что она будет наверное нормально проходить повороты но я не уверен давайте для начала альтер-рега запустим пошло проехала ох на первом же повороте завалилась 339 километров в час но он трега у него специальный такой видите загиб спереди еще идет и конечно эта тачка может по идее сыпляться но это тоже дракстер давайте задом запустим посмотрим так ну все равно не хочет не хочет проходить хотя побыстрее пошла сейчас побыстрее но не хочет проходить первый поворот заваливается интересно все таки как вот этот хотвилсовский дракстер с какой скоростью он первых пройдет засекет ли его предель скорости прошло какой-то тонкий и так пошел слушай как быстро идет так второй поворот руки 370 километров в час ребята ну это результат я бы сказал бы очень хороший результат практически выехала на финишную прямую слушай как она быстро реально чешет и ну потому что на низко на все-таки подцепляется конечно в поворотах но доезжает до середины второго поворота крутизна ну ребята она крутая да она очень крутая так давайте пойдем еще на один треке посмотрим как она будет вести себя на моем самом последнем треке который создавал так надо выставить тут это самому я тут что-то она немножечко сбилась надо чуть подправить трек так эту даже коробку от лампочки подложил чтобы она покрепче держалась ну этот трек еще принес можно достраивать будет в конце на тоже трек на дальность такая тачка проезжает до финиша до самого-то тачка выигрывает по сути надо зарядить кстати ускоритель здесь в конце у меня если кто-то сюда доезжает она подускаривает и позволяет ему финишировать ну что ж запустим альтер эго да ребят я удивлен она очень хорошо едет реально так пошла хорошо проходит первый поворот на подтормаживать после него то есть не хватает и силы инерции чтобы набрать скорость на второй поворот да у тебя будет интрига влазит реально тоже смотрите видите как практически впритык влазит давайте запускаю ох как быстро пошла ты видал как прошла поворот практически незаметно но около барби остановилась результат принципе тот же самый что мы видели на первом треке кастом нам останавливается чуть за серединой второго поворота но очень быстрый тут первый поворот прям фантастически и 2 практически заканчивать чуть и не хватает чтобы выехать на финишную прямую и финишировать трек он сегодня такой вот обзор ребята драгстера редчайшего hotwills винтажного старенького вот реально вот фиг такой найдете если захочете купить даже только на ebay если искать водится ну что . очень такая знаете помпезная скажем так и даже вот среди других машинок когда ты ставишь ее на полку это все выглядит очень бомбически на мне самой внешней очень нравится жена очень необычные друзья вот такой то у нас сегодня небольшой обзор получился с гонками надеюсь вам понравилось до новых встреч с вами был автоход